К другим темам. 220 миллионов тенге выделили на субсидирование верблюдоводов в Туркестанской области. Благодаря государственной поддержке там увеличивается поголовье животных. Только в Сузакском районе оно достигло 16 тысяч. О том, как в регионе возрождают отрасль, расскажут наши корреспонденты. В Сузакском районе сотни хозяйств, занимающихся верблюдоводством. Одно из них принадлежит семье Бесугуровых. Нурбол учился о зам животноводства еще у своего деда. В его хозяйстве порядка 500 верблюдов и сотни лошадей. Мой дед Ошакан начал заниматься верблюдоводством в 1973 году. Его дело продолжил отец, а теперь я. У нас молочная порода. Труд нелегкий. Но для меня это не в новинку. Я учился этому с детства. Супруга Нурбола Агайша – главная помощница мужа по хозяйству. Вдвоем они за час доят 30 верблюдец. Доим два раза в день. Удой у каждой верблюдецы разный. От полтора до трех с половиной литров. У нас есть специальные точки реализации. Шубат пользуется большим спросом. Берут как лечебный напиток. Забирают даже в другие города. В планах открытие цеха по производству молочной и мясной продукции, говорит фермер, для этого нужно увеличить поголовье скота. В этом году животновод подал заявку на кредитование по программе АОЛ Аманате. Хотим выйти на экспорт, открыть колбасный цех, запустить линию по бутылированию верблюжьего молока. Для этого нужны финансовые вливания. На первоначальном этапе без государственной поддержки не обойтись. Кредитная ставка по АОЛ Аманате составляет 2,5% годовых. Однако суммы небольшие. Нам этого недостаточно. По словам специалистов, крупные хозяйства могут претендовать на кредитование по программе развития сельского хозяйства. Ставка вознаграждения составляет 6%. В регионе работают около 10 производств по выпуску продукции из верблюжьего молока. Местные животноводы сдали с начала года 3000 тонн сырья. Животноводы получают субсидии за молоко, сданное в перерабатывающие предприятия, 55 тенге за литр. С начала года фермеры получили 161 миллион тенге. В целом в Туркестанской области насчитывается более 40 тысяч верблюдов. Местным фермерам в виде субсидий всего намерены выплатить 220 миллионов тенге. Только в этом году инвестиции в отрасль составили 70 миллионов тенге, что является лучшим показателем по республике.